хочу зачитать один текст и над этим мы порассуждаем если можно это открыть чтобы все это увидели это евангелие от яна 644 это будет текст отправная точка в нашем рассуждении я хочу показать вам совершенно другую перспективу вот этого изречения и совершенно другой контекст этой мысли как обычно это принято итак внимание никто не может прийти ко мне если не привлечет его отец пославший меня и дальше я воскрешу его в последний день никто не может прийти ко мне если не привлечет его отец обычно эта фраза использовалась как объяснение того что вообще бог привлекает людей к иисусу перед тем как человек упакается сегодня как бы бог духом святым как бы подведет его что никто не может назвать иисуса господом как только духом святым дух святой привлечет тоже то есть есть такие моменты но я хочу чтобы вы посмотрели на это с другой стороны иисус это говорит иудеям он не нам это говорит это не является формулой покаяния людей сегодня это что-то больше и я хочу что потому что так к нам тоже имеет отношения отношения но совершенно с другой стороны иисус говорит иудеям и он им рассказывает об отце но они никогда не верили иисус говорит в этом тексте никто не придет ко мне смысле вот из этих иудеев если их не привлечет отец не просто бог а именно отец если их не привлечет когда иисус проповедовал об отце их раздражало все поэтому иисус они не принимали отец иисуса отличался бог иисуса совершенно отличался от бога иудеев и он был не привлекателен для них он непонятен был и они по этому не приняли иисуса он сказал если бы вы знали отца то приняли бы и меня но так как вы отца не знаете вы не можете меня принять понимаете эту мысль то есть до тех пор пока иудеи не поймут что бог это отец они не могут принять иисуса они не могут принять его поведение потому что в сознании иудеев бог это который строгий бог который взыскавящий бог который наказывающий бог который осуждающий и по сегодняшний день ноги будут говорить да бог который осуждает грех бог не осуждает грешников но осуждает грех как разделить грех от грешника как вы его разделили когда вы говорите человеку осуждая его за какой-то грех вы же его осуждаете но женщина которая была взята в прелюбодеянии по иудейским законам женщина которая была грешницей и в ней был грех ее дело было греховное и он говорит я тебя не осуждаю знаете почему иисус не осуждал потому что как бы все внимание привлечено к иисусу но иисус говорит отец мой никого не осуждает и я никого не осуждаю посмотрите на бога израиля на бога ветхом завете он осуждал всех именно бог осуждал бог говорил бог проклинал бог наказывал а иисус говорит что отец не такой поэтому если не привлечет отец вы никогда не можете не придете ко мне но это первая часть то о чем я хочу говорить чтобы вы понимали в каком контексте иисус это сказал скажите я мог как-то мысль показать о чем идет речь потому что это принято просто вот дух святой привлечет тебя привлечет тебя к иисусу а если ты не идешь к иисусу наверно бог тебя не привлекает и наверное ты не избранные начинаются новые всякие теории все это бред на самом деле речь идет о том что если в иисусе если тебя не привлечет отец которого представляете иисус ты не придешь к нему это сказано было иудеям поэтому иудеи не принимали и не верили я могу вам прочитать 6 главу 7 главу 8 главу можем прочитать сегодня чтобы вы в этом убедились и больше всего иисус говорил об отце больше всего своих проповедях наверное больше ста раз в евангелиях указывается отец мой отец 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 иисус всегда говорил отец и это всегда относилась к богу вы никогда не услышите и не прочитаете от иисуса чтобы он обратился к богу иегова яхве адонай саваов вседержитель всемогущий почему все это ассоциируется с богом ветхого завета с богом израиля которого представляли поэтому до сих пор люди не понимают бога я хочу сейчас перейду во второй части одно дело что это иисус сказал к иудеям и они не приходили к иисусу потому что их не привлекал отец он был непонятен для них он был какой-то не потому что они все время они видели что он какой-то он он всегда хорошенький знаете почему иисус был хорошим потому что отец хороший он говорит я знаете почему иисус возлюбил потому что отец возлюбил меня я пребываю в его любви то есть вообще главный это отец главный это бог у иисуса он в другого бога верил как это вам показать он не верил в того бога в которого верили иудеи то есть иудеи верят в одного бога правда есть один только бог но вообще как они его представляли представляли этого бога совершенно отличалась от того которого видел или верил в него иисус понимаете так вот в чем вот важность для нас для нашего для нашего времени вот это послание это послание вот в чем его главная генеральная мысль многие из нас наверное практически все уверовали в иисуса христа потому что вам рассказывали евангелие он умер за тебя он любит тебя ибо так возлюбил бог мир это классика да проповедовать проповедовали всем людям проповедуется и люди принимают потому что он хороший он добрый он думает он обо мне заботиться он отдал сына чтобы меня спасти и люди приходят к иисусу но потом их начинают знакомить не с отцом а начинает их знакомить с еговой с яхвой с содержителем и начинают знакомить и потом люди почему люди уходят из церкви потому что они иисус и бог он не стал вот как иисус говорит я и отец одно теперь иисус не является таким же самым который был когда он был на земле а он теперь становится снова другим и снова идея из ветхого завета представление о боге начинает отдалять людей от иисуса от церкви и и и так и далее я понятно вот почему ты тогда пережил это это не потому что ты такой хороший был не потому что поэтому когда ты говоришь что первую любовь что Он вас любит, что Он хороший. Вот почему вы стали плохими. Вот почему вы не ходите в церковь. Вот почему вы разочарованы. Вот почему вы живете в осуждении. Потому что вы оставили ту первую любовь. И в этом, конечно же, помогают богословы и проповедники. Да простят меня. Слава Господу, что мы живем в такое время, когда я могу себе позволить это сказать. Ну, правда, как и есть на самом деле. Потому что Павел за что-то подобное, он уже через полчаса по башке получал. Били его каждый день. За все, что Павел проповедовал, его всегда били. И, кстати, иудеи. Они всегда иудеи били. Много камней было. О, сейчас еще больше. Сейчас у каждого в кармане пистолет. Это просто грохнут сразу. Слава Богу, что это другое время. И можем говорить, но это важно. Сегодня люди в интернете это слышат. Сегодня люди прозревают. Поэтому вот проблема. Иисус говорил об Отце. Иисус открывал Бога Отца, который другой. И ты будешь жить с Иисусом, размышлять о Нем. Каждый день. Ты будешь поклоняться, будешь наслаждаться. Только тогда, когда ты будешь понимать, что Он и Отец одно. Не Он и Иегова. Я специально это говорю. Потому что некоторые говорят, а какая разница? Отец же это и есть Иегова? Нет. Нет. Как вам такой ответ? Вот где проблема. Ну как же, это же есть тот же самый Бог. Он же один Бог. Тот же самый Бог. Только с именем Иегова, с именем Иегова, которое перевели Господь, Господь поразил их. Господь уничтожил их. Господь послал поражать. Господь возненавидел. Господь вознегодовал. Господь возревновал. Чего только нету с этим именем Господь. Кстати, имя Господь, которое переводится как Иегова, и титул Господь, которое говорится об Иисусе, одно и то же слово, совершенно два разных смысла. Бог и Отец, и Господь Иисус Христос, это не имя, а Его титул. А имя Бога в Ветхом Завете было именем Господь. Сейчас подробнее и попроще. Я понимаю, что тут сразу раз, и мозги начали трещать. Потому что мы воспринимаем Господь Иисус, и Господь поразил всех египтян. Мы воспринимаем, что это один и тот же. Вот в чем беда. И это все помощь от богословов и от переводчиков. Потому что вот как оно начиналось. На вопрос, как твое имя, как тебя зовут, Моисей задает вопрос Богу. На самом деле Бог уходит от ответа, Он говорит, я тот, кто и есть вообще. Я тот, кто я есть. Я тот, кто существует. Он не говорит по сути свое имя. Моисей это пришел и сказал, да, Меня послал тот, кто есть. Тот, кто существует, Он Меня послал к вам. Я спросил, как имя, Он говорит, а тот, кто существует. Почему Иисус говорит Отцу, Я открыл имя Твое людям? Разве не Моисей? Ну, нам уже пора определиться, мы верим Моисею или верим Иисусу? Мы верим и тому, и тому. Но один говорит, что он видел Бога, а второй говорит, Бога никто никогда не видел. Никто, только я. Кому верить теперь? И тому, и тому. Вот в чем проблема. Ты глухонемой, да? Или как это? Как этот анекдот был, недавно услышал. Гоги, ты умеешь играть на гитаре? Нет. Нет, а твой брат, да, что да, тоже нет. Типа так, да? Ничего не спутал. И вот, он один и тот же, да, что да, тоже нет. Вот такое, да и нет, да и нет. И вот в одном месте да, в другом нет. В одном месте да, в другом нет. Поэтому вот что важно понять. Богу, которому дали имя. Яхве, это четыре заглавные буквы, которые означают, я тот, кто я есть. Четыре слова. Взяли четыре заглавных буквы, из этих сделали иегова, или Яхве. А потом, во времена второго храма, когда строился второй храм, имя Яхве было запрещено вообще к произношению. Нельзя было произносить. Потому что заповедь была, не произноси имя Господа в суе. Так они решили, чтобы его не прогневать, потому что он всегда был во гневе. Прочитайте 89-й псалом. Моисей пишет, все наши дни прошли во гневе твоем. Вы хотите в такого Бога верить? Я нет. Чтобы все мои дни прошли в его гневе. Он всегда раздражен и всегда во гневе. Кто это? Это не Отец. Точно не Отец. А Бог-то один. Кто это? Всегда во гневе. Можете посмотреть на Иисуса. Он был всегда в радости. Написано, что Он помазан и леем радости более всех соучастников. Он был веселый, жизнерадостный. Куда он не приходил, приходил позитив от Иисуса. И Он говорит, вот такой мой Отец. Теперь посмотрите на фарисеев. Они тоже в Бога верят. Аминь. Бога верят, да. Посмотрите на фарисеев, которые всегда были во гневе. Знаете почему? Потому что их Бог во гневе. И когда Моисей говорит, все наши дни прошли во гневе. Кто же этот, который все время гневался на нас? Ответ вы найдете только у Иисуса, когда дойдете до 8 главы Евангелия Тиана. Иисус говорит, очень интересный там фрагмент, очень интересный. В 5 главе Иисус говорит, иудеи всегда хотят убить Иисуса. Вот они постоянно за Ним. И знаете, вот в наши дни, если ты не соответствуешь взгляду христиан, богословов, то в наши дни говорят тебе, это, ересь, еретик. А в дни Иисуса было другое слово модно. Они говорили, ты бесноватый, в тебе бес. То есть сразу. А сразу его, то есть вот этими словами. И вот они всегда говорили, ты бесноват, и в тебе бес. Иисус спрашивает, за что вы хотите меня побить? Я же очень много добрых дел показал вам от Отца. Они его за добрые дела, потому что за субботу, за то, что он в субботу нарушал субботу. Он говорит, так я же доброе дело сделал в субботу. Нет, и тому подобное. Они его за что только не хотели его убить. И всегда лукавили. И знаете, потом спрашивает Иисус, еще в одном месте спрашивает Иисус, так за что вы хотите меня убить? Вы все время меня хотите убить. Они говорят, эй, дурачок. Ну, вот так именно. Кто тебя хочет убить? Ты чего? Ты себе придумал, кто тебя хочет убить? Пять раз написано, иудеи следовали за Ним, брали камни, хотели убить. Он уходил. И потом он спрашивает, а что вы все время меня хотите убить? И они такие, ты чего? Не говорим ли мы, что ты бесноват, а? Ты, ну, сумасшедший, дурачок. Кто тебя хочет убить? Ты чего? А потом они еще сказали, да не только за добрые... Не, не за добрые дела. А за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом. Называя отца Бога своим отцом. Поэтому ты делаешь себя Богом. Хотите, я вам покажу, как иудеи тупили? И они лукавили везде и во всем. И на этом построена еще одна доктрина. О, иудеи же сказали. Иудеи говорили, что в нем бес. Иудеи говорили, что он одержим. Иудеи чего только в чем его не обвиняли. Они еще обвинили, что он делает себя Богом, потому что он назвал Бога своим отцом. Когда вы дойдете до восьмой главы, можно это открыть? Я вам хочу показать. Хотите это увидеть? Хотите, да? Давайте посмотрим. Откройте, пожалуйста. Но вы помните, что иудеи обвиняли Иисуса за то, что он Бога называет своим отцом, делает себя равным Богу из-за этого? Помните? Смотрите. Ну, хорошо. Восьмая глава Евангелия Тиана. 37 стих я прочитаю ниже. Давайте, с 37 стиха будем читать. И вот у них пошел новый диалог. И вот он говорит, знаю, что вы семя Авраамова, однако ищите убить меня. Вот через три стиха Иисус везде говорит, вы везде меня ищите убить, потому что Слово Мое не вмещается в вас. Дальше. Я говорю то, что видел у Отца Моего. Он не сказал, я говорю то, что видел у Егова. Я говорю то, что видел у Моисея. Я говорю то, что видел у пророков. Я говорю то, Иисус напрямую. Алло. Давайте, вот мы подошли к настоящему, но вернулись в Ветхий Завет и там тоже изучали Бога. Когда вот он прямо, прямо, я только то. Я не говорю то, что видел у Моисея. Я не говорю то, что видел у Авраама. Я говорю то, что видел у Отца Моего. А вы делайте то, что видели у Отца Вашего. Идем дальше. Сказали Ему в ответ, Отец наш есть Авраам. Иисус сказал им, хорошо, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы хотя бы делали. А теперь ищите убить Меня. Кого ищите убить Меня? Что говорит Иисус? Кто Он? Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Вот кто я. Я человек, который слышал истину от Бога. Я говорю, а вы хотите Меня убить за это? Дальше. Авраам этого не делал. Дальше. Вы делаете дела Отца Вашего. Внимание. На это сказали Ему. Мы не от любодеяния рождены. Одного Отца имеем. Бога. Алло. Иудеи говорят, что Бог их Отец. Потому что с Авраамом не проконало. Они теперь подходят. Так у нас есть один только Бог. У нас есть один Отец. Это Бог. Подождите, подождите, подождите. Когда Иисус сказал, что Бог это Мой Отец. Вы его обвинили в богохульстве. И сказали, что Он, будучи человеком, делает себя Богом. Потому что не только нарушал субботу, но еще Отцом называют Бога. А вы только что сказали, что ваш Отец это Бог. Алло. Скажите, понятно, что ты пытаешься сказать или совсем? Понятно? Разве вы не богохульствуете по-вашему? Разве вы не делаете себя равным Богу, если вы назвали Бога своим Отцом? Иисус не говорит что-то плохо, называть Бога своим Отцом. И что вы теперь богохульствуете. Он это пропустил. Вы меня обвиняли. Я просто человек сказал истину от Бога, который слышал. Вы меня... Он это пропустил. Дальше что говорит Иисус? Смотрим. Иисус сказал, если бы Бог был Отец ваш, то вы бы любили Меня. Потому что вот то, что делает Отец, я передаю все один в один. Если бы Отец вас не привлечет, вы никогда не придете ко Мне. Потому что я делаю то, что делает Отец. Понятно теперь, что это значит? Если вас не привлечет Бог как Отец, которого Иисус показывает. Иисус на самом деле для вас никто. Он не интересен для вас. Он вас даже раздражает. И очень многих верующих даже сегодня раздражает Иисус. И проповедь о настоящем Иисусе. Если бы Бог был Отец ваш, то вы бы любили Меня. Потому что я от Бога пришел. Пришел, ибо я не сам от себя пришел. Но Он послал Меня. Дальше. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слушать Слово Моего. Вот то, что я говорю, вы это не можете слушать. Послушайте всю предыдущую главу. Иисус говорит, Отец воскрешает и дал власть Сыну воскрешать. Отец убивает и Сын всех будет убивать. Нет, это не Отец. Со мной? Аминь. Иисус говорит, Отец воскрешает. Отец не судит никого. Вообще никого не судит. Как это Бог не судит никого? Кем ты себя вообще представляешь? Что ты придумал? Отец никого не судит. Если ты переживаешь осуждение в церкви, если ты переживаешь осуждение типа от Бога, это уже не тот Бог, это не Отец. Поэтому Иисус тоже не поможет тебе. Хоть ты и поклоняешься Иисусу, и веришь в Него, и любишь Иисуса как Бога. Знаете, почему люди сказали, что Иисус тоже Бог? Потому что Иисус как Бог больше нравится, чем Отец как Бог. Ну, в смысле, Иегова как Бог. Алло? Потому что этот Бог лучше на самом деле. Он добрый, Он любит. Он всех любил, прощал. А ветка заветный Бог, Он другой вообще, Он страшный. Поэтому Иисус Бог, на Него мы уповаем. Они там три разберутся между собой, кто все-таки помилует нас. Потому что Иисус там, Он заступается. И даже песни такие есть. Иисус просто ходатайся пред Отцом. Помилуй их, помилуй. Потому что Отец готов их всех уничтожить. Иисус милует, потому что сначала Отец милует. Иисус полюбил нас, потому что Отец нас любит. Настоящий Бог – это Отец. От Него все исходит. Вот где картина истины. Почему вы не можете понимать речи? Потому что не можете слушать Слово Моего. Дальше. Ваш Отец – дьявол. Подождите, кого они назвали отцом? Кого они назвали отцом? Подождите, подождите. Кого назвали они отцом? Бога. Дословно Иисус говорит, Ваш Бог – это дьявол. Ваш Бог, которому вы, иудеи, поклоняете. Скажите, вы это читали когда-нибудь в Евангелии от Иоанна? Читали? Это так, между прочим, читали? Или вот смысл которой? Вот какой смысл. Ваш Бог – дьявол. Почему? Ваш Бог, которого вы называете отцом – это дьявол. А как ты определил Иисус? По делам. Все просто. По плодам. По плодам, по плодам. Все определяется. По плодам можно узнать человека. Факты. Они показывают истинную сущность. Аминь. Поэтому, отец ваш – дьявол. И вы хотите исполнять похоть отца вашего. Как ты определил, что наш отец – дьявол? Потому что это дьявол был человека-убийца от начала. Все, что вы прочитаете в Ветхом Завете, и Господь поразил, догадайтесь с одного раза, кто это был. Догадывайтесь. Если вы боитесь догадываться, я хочу предложить вам в помощь Господь Иисус, Господь Бог и Господь Сатана, называется в видео. И вы начнете понимать, где в Ветхом Завете был Бог, на самом деле, отец, с именем Господь. И где Сатана приходил с именем Господь? Вы скажете, такого не может быть. Вообще не может быть. Да, вы думаете, что дьявол, который есть отец лжи, в которой есть сама ложь. Когда он говорит, он скажет, здравствуйте, я дьявол. Я ваш дьявольчик. Я пришел вас уничтожать. Дьявол придет под именем ангела света. Дьявол придет под именем Господь. Кстати, ангел приходил света под именем Господь. И дьявол под этим именем придет. И поэтому я верю Иисусу. Потому что он точно знал Отца. Ветхозаветные люди не понимали Бога. Поэтому, когда появлялся дьявол, они понимали, что что-то сверхъестественное. Но они думали, что это его темная сторона Бога. Гнев Господен в Ветхом Завете, это была темная сторона Бога. Это был, вот они понимали, что гнев Господен, это вот есть любовь Господа, а есть гнев Господен. И вот эта темная сторона Бога, они воспринимали, что это тоже от Бога. Но приходил дьявол, но он был Богом послан. И вот это гнев Господен. Так вот, что говорит Иисус. Он, дьявол, был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, то есть, смотрите, все, что он будет говорить, он будет извращать. Он не сможет сказать правду. Сколько христиан поймались на эту ложь и сгоняют демонов, и спрашивают, как твое имя? И демон отвечает, типа, как Иисус, когда спрашивал, легион, да? И вот они спрашивают, как твое имя? И демон отвечает через человека. И потом, а как ты сюда зашел? И он рассказывает, как сюда зашел? И как он выйдет? И потом мы из этого сделали теорию. Вот как демоны заходят. А может, когда говорит, он говорит всегда ложь? А? Может, он всегда врет? Пришел дьявол к Иисусу и сказал, все царства мира мои, кому хочу, тому отдаю. Поклонись мне, и я дам их тебе. Скажите, вы второе точно думаете, что он врет? Если бы Иисус поклонился ему, он бы дал ему все царства мира? А? Никогда. Знаешь почему? Потому что в первом случае все мне принадлежат, это тоже ложь. Потому что Господня земля и все, что наполняет ее. Господь сотворил землю. Она его земля. И он дал землю сынам человеческим. И если дьявол дурит людей, и они сами отдают ему господство, то это их проблема. Но вообще ему не принадлежит вся земля. И золото, и серебро Господне, а не дьявола. Поэтому дьявол задурил людей, что вообще материальные вещи, этот мир скоро сгорит, это все дьявола. И вообще богатые люди на земле, этот дьявол им дал богатство, так их заманил. Это Бог им дал богатство. Вернее, они взяли просто то, что Бог дал. А другие не берут из-за религиозного мышления. Просто не развиваются и тому подобное. Ибо нет в нем истины, когда он говорит, он ложь. Говорит свое. Ибо он лжец и отец лжи. Дьявол всегда приходил под имени Господа. Самая большая работа дьявола, это извратить имя Бога. Это сказать, указать, что это Бог такой плохой. Это Бог такое делает. Посмотрите на Иисуса, христиане. Посмотрите, Иисус говорит, я делаю только то, что вижу у Отца. И посмотрите на все Его дела. Он никогда никого не осуждал. В прошлое воскресенье, по-моему, я проповедовал про Иисуса, который пил вино, да? И мне один парень прислал, говорит, я буквально неделю назад себе купил футболку. На английском написано, Иисус был в баре. И он показывает проповедь и говорит, вот видишь, как прямо все как в одном духе. Религиозный Бог туда не пойдет. Он не будет жить в твоей жизнью. Он будет всегда осуждать тебя. А Иисус, когда вернется Иисус? Если бы Он сегодня был, и мы бы увидели, как Он сидит в баре, объявили бы Его антихристом. Христиане бы это сделали. Потому что в их голове смешание ветхозаветнего Бога, как того же самого Бога Отца. Я не говорю, что был другой какой-то Бог. Сатана выдавал себя за Бога. Если вы прочитаете ветхозаветнее всей истории, поэтому в нашей церкви мы решили убрать все эти страшилки ветхозаветнее представления детям, потому что в воскресной школе мы забиваем детям голову. Вот как Бог. Бог сначала создал все хорошо, а потом человек согрешил, а потом Бог посылал серу с неба, потом потоп навел, потом убивал. А они спрашивают о невинных, о животных, потому что дети любят животных. Они говорят, а вот этих животных тоже Бог их уничтожил? Да. И маленьких детей там маленькие? Да. Знаешь что? Еще хуже. Когда Он вернется второй раз, Он не будет их водой топить, а огнем всех будет сжигать. А потом они просто утонули, они будут гореть вечно все. И Он их воскресит еще тех, и будет жарить их вечно. Аминь. Аминь. Аллилуйя. И пока этот образ религиозный, простите, идиотский образ Бога в нашей голове, потому что это... Ни один человек такое не сделает. Ни один. Дайте самому злому человеку, он кого-то все-таки помилует. А этот вообще не будет никого миловать. Знаете ли, что Бог Отец помиловал всех людей без исключения? А знаете ли, что помилование вообще не зависит от людей? Просто Бог Его оказал просто всем людям. Бог доказал, что Он есть любовь, а в Него не верили, что Он любовь. И только Иисус открыл, какой на самом деле Бог. И когда мы говорим, да, Иисус открыл, Моисей тоже. Иремия тоже открыл, какой Бог. Иов открыл, какой Бог. Больше, наверное, ну, очень страшная история, которую открыл Бога. Пророк... Пророк Давида, который помазал... Как его? Нет. Самуил. Самуил пришел к Саулу и сказал им, так говорит Господь, пойди, амали-ка, и истреби все, что у него есть. Все. И дальше он заостряет внимание, не пощади ни грудных детей, не пощади ни беременных женщин, не щади ни бабушек, ни дедушек, не щади ни собак, ни овец, ни животных, никого, всех уничтожь, никого, ничего не оставляй. Соверши самый ужасный геноцид в истории человечества. Тебя посылает Господь Бог. Если вы сегодня будете... А Бог же вроде бы как неизменный, правда же? Бог всегда тот же. Если сегодня вы станете от имени Господа, так говорит Господь, Мексику нужно уничтожить полностью. Всех детей уничтожить. Ладно, не Мексику, Абурн. Что-то ближе. После этой проповеди, когда ты это скажешь, тебя упрячут в психушку, а может быть в тюрьму посадят. И все люди на земле, включая все христиан, скажут, что ты придурок и сумасшедший. Правда же? Бог такого не может говорить. Моисей спустился с горы, и он увидел разврат этот, это идолопоклонство, принес десять заповедей, кто не видел Карцева про десять заповедей, посмотрите, вам поможет что-нибудь узнать больше о десяти заповедях. Просто с другой перспективы. Ладно-то потом. Смотрел кто-нибудь, да? Так вот, он приходит и говорит, так говорит Господь, левиты, идите все сюда, берите каждый меч, и идите по стану, и убивайте каждый своего брата, так Господь сегодня говорит, чтобы вы убили своего брата, поразите каждый брата своего, таким образом вы осветите себя для Господа. Сегодня я говорю, так говорит Господь, вот с этой стороны, братья, и с той стороны, с краю, вставайте и поражайте этих людей, ибо вы осветите себя Господу. А? Безумие? А когда мы читаем в Ветхом Завете, у нас это сходится, вот почему, подождите, я не все могу сказать в этой проповеди, немного времени, я хочу заканчивать, но вот почему атеисты не поверят никогда в такого Бога, потому что они говорят, что он какой-то сумасшедший. Знаете, сколько атеисты нашли геноцида в Библии, и сколько провокаций, или сколько, как это сказать, поощрений, или это самое, к насилию, сколько насилий, как бы поощряют, Бог поощряет насилие. Кто это? Вот что сказал Иисус, запомните, я верю в Иисуса Христа, не знаю, как насчет тебя, но если ты веришь в Иисуса Христа, то вери от начала до конца, верь всему, что он говорит, он говорит, что только отец, вот какой, покажи, Филипп, и это все превратили его, богословы превратили эту идею в то, чтобы доказать троицу, Бог триединный, и чтобы больше было путанцы, ничего люди не поняли. Что же на самом деле? Покажи нам отца, ну покажи, Филипп, смотри на меня, все, что делаю я, вот тот, кто видит меня, вот такой отец, а как он так выглядит? Да нет, нет, самое главное, дела, которые я творю, это отец мой творит, я делаю только то, что делает отец, оказывается, вообще Бог другой, да, ты никого не осуждаешь, и Бог не осуждает, да, ты любишь людей, и Бог их любит, всех, да, как ты, а как это Иисус? Он говорит, посмотрите, Отец Небесный дает дождь и добрым, и злым, Он посылает солнце, дает солнце и праведным, и неправедным, Он дает благо вообще всем людям, от Него вообще исходит благо, посмотрите мировоззрение Ветхого Завета, беда в том, что нам это оставили, как одно целое Слово Божье, одна целостная картина, вот в чем беда, вот в чем беда, потому что мы все это соединили, и у нас представление, посмотрите на Ветхий Завет, Бог добр к добрым, к хорошим, те, которые никак не провинились, а злой к злым, весь Ветхий Завет. Скажите, я правду говорю или нет? Так это или нет? Иисус говорит, что это язычники, если вы любите только любящих вас, так делают язычники. По сути, это языческий взгляд на Бога, могу я так сказать? Это и есть языческий взгляд на Бога, потому что с кем поведешься, того наберешься. Как ты будешь это видеть, кого ты представляешь, таким ты и будешь. И поэтому, если мы вернемся к Богу, Которого открыл Иисус, я вам гарантирую, вы никогда не уйдете от Иисуса. Вы будете всегда влюблены в Него, потому что, если не привлечет вас Отец, вы никогда не придете. Но даже когда вы пришли, некоторые тоже ушли от Иисуса, и им не вмещалось что-то, им вообще-то не вмещалось, потому что Иисус говорил, я должен отдать жизнь Мою, вы должны кушать Меня. Отец мне дал такую заповедь, они сказали, да что это такое? Пошли отсюда. Он, похоже, бесноват, наверное. Он, наверное, действительно бесноват, поэтому ушли от Него. Иисус сказал, вы все можете уйти. А как насчет Бога в Ветхом Завете? Если вы пойдете туда, я вас поражу. Бог в Ветхом Завете всегда боролся с богами какими-то. Он боролся с народами, и Он истреблял их. Если вы посмотрите на картину сверху, потому что, когда я рассказываю, звучит как богохульство, Виктор, ты как будто бы страха Божьего не имеешь. Да, действительно, страха Божьего не имею. Ну, это поэтому ты так и говоришь. Да, если бы я имел страх Божий, что Бог меня поразит, но я понял, что этот Бог, который поразит, это дьявол. Я его больше не боюсь. Бог, который меня любит, это Отец Господа нашего Иисуса Христа. Он возлюбил меня, поэтому я к Папе с любовью, Он меня любит. И даже если я ошибаюсь, если твой сын что-то не так понимает, и ты взял его и прикончил сразу, тебя упрячут в тюрьму, как психопата какого-то, идиота какого-то. Но когда Бог это делает, если человек врет, это плохо, а если Бог врет, это хорошо или плохо? А как насчет того, что Бог в Ветхом Завете врет? Как вам? Нравится такое? Хотите, я вам покажу, как Он врет? Хотите? Мы уже должны быть заканчивать, надо идти в парк уже, там продолжим, как Бог в Ветхом Завете врет. Реально врет. Врет, нагло врет Бог в Ветхом Завете. Ты скажешь, кто это? Я знаю, Иисус говорит, отец лжи, Он всегда говорит свое и врет. То есть Он пришел и наврал все. Вот этот Бог выводил, слушайте, спаситель, да не надо нас спасать. Русский мир, да? Простите, я знаю, что некоторых прямо коробит это. Но это на то, они же, вот это та же самая религия. Мы спасители. Не надо нас спасать, просто ставьте нас в покое. И все. Бог пошел спасать их в Египте. Спасая израильтян в Египте, избил всех египтян. И детей их поразил. А потом вывел их в пустыне, и в пустыне этих израильтян начал потихонечку убивать. Все вы здесь сдохнете. А потом, потом израильтянами убивал все вокруг народы. И когда уничтожил все народы вокруг, потом до конца добил израильтян. Спаситель. Иисус спаситель сто процентов. Пришел и спас всех. А этот, ну, он не убил одних, чтобы спасти других. Он себя отдал, чтобы спасти нас. А тот спаситель убивает народы. Я за тебя отдал Египет, я за тебя отдал это. Да зачем? А что, то не люди вообще? Что, то не дети Божьи? Оказывается, это вообще не тот Бог. Скажите, страшно все, что я рассказывал вам? Все, что в моей голове. То, что в моей голове, это в голове Иисуса, поверьте. Вот если вы будете к Иисусу, и вот послушайте Иисуса об Отце, все изменится. Мировоззрение. Вы полюбите этот мир, Богом созданный. Вы полюбите себя. Вы полюбите жизнь. Вы полюбите людей. Потому что Отец возлюбил всех. Он ненавидит ни одного человека. Аминь. Я очень хочу, чтобы вы это поняли. Потому что, знаешь, это трещат мозги у некоторых. Это не влазится, но по чуть-чуть. Я-то постараюсь это впихивать по чуть-чуть. Каждый раз порциями. Иисус привлечет тебя к Иисусу, только Отец. Бог Иисуса на самом деле привлечет тебя к Иисусу. Потому что Он Его показывает. Если тебя не привлечет Бог, которого Иисус показывает, ты будешь в религии. Если тебя не привлечет Отец, Иисус не сказал Бог, Иисус не сказал Егова, не сказал Ягова, Иисус всегда говорил, Отец, как зовут этого Бога? Отец. Молитесь же так, Отче Сущий на небесах. Его зовут Отец. Он не просто, это Его личное имя. Это не просто, не просто нарицательное имя, как Отец, Отец, у которого есть имя. Он Отец по имени, и Он Отец по природе, по статусу, Он Отец всех. Аминь. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому, если не привлечет Отец, если не будете понимать Отца, вы все равно будете в религии, все равно будет вот это зло выпирать. В Боге есть только благо. В Отце есть благо. Всегда словосочетание, поэтому посмотрите внимательно. Я это говорил, некоторое там сказал и вышло. Уловите эту главную мысль. В Новом Завете везде, в учении апостола Павла, везде, где пишется, у всех апостолов, всегда благодать и мир вам от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Благодать и мир и благодать и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать и мир не может быть от Иеговы. Там было всегда поражение, гнев, распри и все остальное было. Потому что то имя, которое дали Богу и то, что Его ассоциировали и кто появлялся под этим именем, это было... Вы сами все понимаете. Скажите, понятно это объяснил? Понятно было сегодня, любите ли вы Господа Иисуса? Потому что Отец, Он открыл Отца. Нас Бог, наш Бог Отец. Поэтому, когда спрашивают, кто твой Бог? Есть песни там Бог Савов, Фальшадай, Адонай, все имена Бога и имя Иисуса и все как бы одно и то же. Иисус ни разу не произнес и не молился Иегове. Почему? Догадайтесь сами. Молился только Отцу и сказал, вот какой Отец. А нам как молиться? Отче наш, почему не Яхве? Поймете? А? Яхве наш, Ежеси на небеси. Не беси меня, самая последняя заповедь, а то на небеси. Хорошо. Я хочу благословить каждого из вас сегодня, чтобы вы размышляли над этим. Я вам подкинул идею. Я рассказал о том, как Иисус это видел. Я глубоко убежден, что не исказил ни одной мысли. Это правда на самом деле. Именно так Иисус радикально. Самый радикальный Иисус был. Самая неудобная была личность для религии. Он их раздражал абсолютно, потому что Он простил человека просто так. Прощаются грехи. Как? Он же не исповедовал свои грехи. Уже прощены грехи. Он же не раскаялся. Как это так? Прощены грехи. Иисус прощал просто так грехи. Это раздражало всех людей. Ну, в смысле религиозных людей. Хочу помолиться. И заодно хочу предложить вам поучаствовать также в даянии, в служении церкви. Все прекрасно понимают. Вообще серебро от Господа не от дьявола. Поэтому Господне Господу то, что Господу принадлежит от Господа. И можно высветить QR-код. Да, уже вижу. Если кто-то хочет поучаствовать, посейте в эту проповедь Евангелия. Вы не пожалеете. Потому что вы становитесь участниками хорошего дела. Если вам это нравится. Если вам нравится Иисус, не Виктор. Виктор просто подражает. Павел говорил, подражайте мне, как я Христу. Я подражаю Иисусу. Когда спрашивают, кому ты веришь? Иисусу. По настоящему я только Иисусу верю. Меня пытают там разоблачать твои противоречия. Да у меня нет вообще никаких противоречий. У Иисуса нет противоречий. Весь Ветхий Завет оставьте в покое. Бога Ветхого Завета оставьте в покое. Вот Отец Мой. И тогда нет никаких противоречий. Иисус есть свет, истина и жизнь. В Нем все самое лучшее. Вообще все самое позитивное. Я верю в позитивного Бога. Я верю в позитивную жизнь. Я переключаю свой разум на позитивное мышление. Оно и есть Божье мышление. Многие люди не ходят в церковь и настроились на позитивное мышление. Это есть Божье отца мышление на самом деле. А некоторые ходят в церковь и они всю жизнь негативно мыслят. Скоро придет Антихрист. Скоро придет беда. Все сгорит скоро. Все будет разрушено. Скоро, скоро, скоро. Это есть дьявольское на самом деле мышление. Аминь.